Физкульты, друзья! К нам приходит очень много разных желаний. Сильные желания превращаются в мечты. И когда мы хотим их получить или достичь, мы формулируем цели и начинаем к ним идти. Представим с бегом аналогичная ситуация. Мы по каким-то причинам желаем заняться бегом, мечтаем о том, чтобы похудеть, выглядеть к лету, например, лучше. И мы поставили себе цель, все, начинаю заниматься бегом. Говорят, первые шаги самые сложные. Хорошо. Допустим, мы вышли на пробежку. Мы сделали все правильно. Это наша первая пробежка. Мы бежим медленно, дышим спокойно. Но, на мой взгляд, продолжить начатое, еще более сложная задача. По статистике, 80% людей вообще покупают и не пользуются абонементами. Не хватает мотивации. Сейчас очень популярны мотивационные тренинги, семинары. А вот что на эту тему говорил Джордж Карлин. Вот еще кое-что, чего я не понимаю. Кассеты для повышения мотивации, книги для повышения мотивации. Что такое? Что-то вдруг понадобилось всем дополнительной мотивации? Ведь все же просто. Вы либо хотите, либо нет. В чем загвоздка? Похоже, мы просто не хотим продолжать. Но почему? Мы что, не знаем, что это полезно? Знаем. Мы что, не получили удовольствия? Если правильно бегали, получили. Бег не снимает стресс, не продолжает жизнь, не стимулирует мозг. Продолжает, стимулирует, снимает. Почему мы прекращаем делать? Потому что нам просто становится неинтересно. А значит, надо сделать процесс интересным. Как писал советский и российский психолог Борис Хасан, если из любого описания игры и из любой живой игры попробовать извлечь конфликт, можно смело утверждать, что сама игра исчезнет. Вот эти фигурки называют тетрамина. Тетрамина, потому что состоят из четырех таких квадратиков. Сможете вы долго себя занимать игрой вот в эти вот фигурки. Но добавив в эту игру конфликт со временем, игра станет гораздо интереснее. В 1984 году советский программист Алексей Пожитнов перенес тетрамина в виртуальный мир. Моя ощущение о Тетрисе было, что это хороший игрок. В 2007 году Тетрис вошел в число 10 важнейших компьютерных игр, принятых на сохранение в библиотеку Конгресса США, наряду с такими играми, как Super Mario, Doom и SimCity. Если взять тетрамина и тетрис и провести аналогию с бегом, то бег просто ради бега, бесцельный, он становится и движется в сторону тетрамина. Если же мы добавляем какой-то конфликт или противоборство, например, со временем или с расстоянием, бег начинает двигаться в сторону очень интересной игры. Предположим, если нам не нужна никакая игра, мы просто хотим бегать ради бега, ради того, чтобы чувствовать себя хорошо, похудеть и так далее, можно ли рассматривать бег как медитацию? Конечно, да. И я так делаю. Например, когда я иду на длинную тренировку, и она длится полтора-два-три часа, я действительно ловлю офигенные ощущения, я бегу, получаю удовольствие, медитирую. Но вот таких ощущений можно добиться на определенном этапе так называемого бегового просветления. Вы не сможете медитировать, думая о том, что у вас колет в боку, беспокоит связка или сверять постоянно каденс. Поэтому я предлагаю вам пойти по пути превращения бега в игру. Первое, с чего надо начать, это записывать ваши показатели. Первое, это расстояние, то, сколько вы пробегаете за одну тренировку, один, три, пять, десять, полумарафон. Второе, это темп, с которым вы бежите. Допустим, последнюю тренировку, например, посмотреть. 59 минут, за которые я пробежал 10 километров, в темпе 5-29. Соответственно, можно посмотреть средний темп, лучший темп. Третье, это объем. Это те же самые километры, ну, допустим, сколько вы пробегаете в неделю, в месяц, в год. Вот у меня получилось общее расстояние за месяц. Вот получилось среднее расстояние в неделю. И четвертое, это ваша функциональность или пульс, то есть то, с каким состоянием вы пробегаете тренировку. Пульс? 168. Это также важно, потому что одно и то же расстояние на одном и том же темпе можно пробежать в разной степени удовлетворенности, с разным пульсом. Я пользуюсь часами Garmin, а потом смотрю эти данные наглядно на компьютере. Но не обязательно покупать какие-то дорогие гаджеты, часы. Вы можете установить, например, приложение на ваш телефон. И вот, например, Борис, который стоит по ту сторону от камеры, например, пользуется вот этим приложением Nike или NRC сокращенно. И вот его объем сейчас за полгода, это цифра 870 километров. И до конца месяца Боря хочет, чтобы это стало тысячей. Второе, вы можете создать сообщество. Когда я начинал бегать, я пользовался программой Endomondo. Я, как сейчас помню, постоянно приходил сигнальчик, что кто-то закончил какую-то тренировку, это кто-то из моих друзей. Я постоянно смотрел и сравнивал свои результаты с их результатами. Так ваша игра в бег станет более интерактивной. Конечно, при условии, если ваши друзья вас поддержат. Ну а если не поддержат, то, как говорил Довлатов, когда бросаешь пить, неизменно теряешь друзей. Ладно, пойду и домой. Да подожди, посиди, поговори. Не уговаривай. Скучно со мной теперь. Ну и третье, я бы сказал, самое основное, то, что действительно вас будет очень сильно мотивировать, стимулировать, это соревнования. И вот здесь я хочу сказать, что не нужно ждать, что когда-то наступит тот день, когда вы проснетесь, оденете, значит, кроссовки, белую футболку и пойдете куда-то участвовать в соревнованиях. Скорее всего, куда вы придете, вас там не будут ждать, потому что все слоты проданы, и, собственно говоря, как бы старт уже закрыт. В нем будут участвовать те люди, которые купили эти слоты несколько месяцев назад. Поэтому сейчас вы можете выбрать тот месяц, день, когда бы вы себе хотели это пройти. И как только вы это сделаете, появится вот такая, знаете, как резинка от трусов, которая будет вас просто выбрасывать к достижению вот этой цели, прохождению этого соревнования. Первым соревнованиям относитесь немножечко попроще. Да, я понимаю, что сразу же вы себя хотите представить свинком на голове и стоящим на тумбочке. Но поверьте, если вы просто придете, поучаствуете, пробежите эту дистанцию, получите медаль финишера, это будет для вас просто глобальнейшим удовольствием, когда вы это пройдете. Говорят, цель становится эффективной тогда, когда это вызов самому себе, когда измеримо и когда достижимо. Когда пять лет назад я себе поставил конкретную цель пройти Айронмен, у меня был конкретный срок, 11 месяцев и конкретное расстояние, сколько надо сделать, чтобы пройти дистанцию. Эта цель была измерима, и это 100% был вызов самому себе. Но достижимо, недостижимо, хреново знает. Напротив пунктика достижимо я поставил зеленую галочку. Для того, чтобы поставить себе цель, нужно просто ответить на вопросы, что и как. Что я хочу сделать, и как я буду этого достигать. Но чтобы цель была правильная, вам нужно ответить на вопрос, зачем мне это нужно. Когда я покупал свой слот на первые соревнования по Айронмен, я четко хотел получить в своем арсенале подвиг. Вот знаете, как у барона Минхаузена, который каждый день, там, в какое-то время должен был совершить подвиг. Вот мне хотелось этого же. С 8 утра до 10 подвиг. Да, ну я вообще считаю, что как бы каждому человеку в жизни нужно совершать подвиги. Вот, ну реально. То есть это как бы такая история, которая как бы, ну вот просто вот прям нужна. Да, то есть вот, например, для меня это жизненная необходимость. Время от времени совершать определенные, значимые какие-то достижения. Просто вот, вот это просто вот нужно. Для того, чтобы дать вам повод задуматься, для чего бегаете вы, или, например, хотели бы начать бегать, мы создали анкету, в которых я попрошу вас ответить на простые вопросы. Ссылка на эту анкету будет в описании к этому видео. Друзья, встречаемся в следующий понедельник и говорим про основу основ тренировок по бегу, а именно про медленный бег.